Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 27 ноября 2021 года. Завтра нас покидает Оливия, она уезжает в новый дом жить с выпускником нашего питомника Золтаном, которого в новом доме зовут Лукас. И по просьбе мамочки и папочки Золтана и Оливии мы связали шапочки и для Золтана, и для Оливии. Меня просили связать шапочки нейтрального цвета, которые подходили бы под любой костюм и, ну скажем, без какого-либо акцента. Я сделала несколько вариантов на выбор разных цветов и только сегодня, когда уже подумала о том, что времени остается мало, а хотелось бы еще и другие варианты успеть связать, я вспомнила о том, что мы договорились Оливию оставить у Дарьишки и Катюшки в гостях до приезда родителей, она там несколько часов подождет. А у Катюши дома есть целый контейнер более 100 шапочек готовых на продажу, из которых можно выбрать, ну, все цвета радуги, все размеры, все фасоны. И, возможно, если я вот в том, что сейчас связала, не попаду в какое-либо желание владельца, например, по цветовой гамме или еще как-либо по фасону, возможно, потому что я делала универсальный Оливия, она у нас еще щеночек, она еще растет. Поэтому вариантом для покупки шапочки не по конкретному размеру и универсальный вариант это шапочка с заворотом, так как собачка растет, голова оформляется и покупая шапочку на щенка, мы не можем точно знать, как она оформится через годик, какого размера она станет. Поэтому вот такой вариант шапочки, на мой взгляд, достаточно универсальный. Шея у стандартного размера собаки примерно одинаковая у порода чихуа. Все шапочки связаны резиночкой, либо один на один, либо два на два. Позволяет резиночкой сама вязка нам, собственно говоря, немножко корректировать размер обхвата шеи, головы. То есть шапочка хорошо садится и вот, скажем, этот заворотик с такой вязкой позволяет шапочке не упасть с вашего питомца в момент, во время прогулки. Сейчас мы будем примерять шапочки. Вот я сколько успела тут связала, конечно, немного, но я старалась каждой пряже сделать по два варианта. Двойная резинка, резинка один на один, опять один на один, один на один, два на два резиночки. Вот все, что у меня получилось, но дома, повторяю, у нас более ста готовых изделий, всевозможных цветов, всевозможных фасунов. Можно приехать, примерить и выбрать на свой вкус то, что вам больше всего понравится. А мы сегодня примерять будем на Еве. Ева у нас с таким размером головы, не маленький, не большой, скажем, среднеуниверсальный, стандартный для взрослого чихуа. Так как оливка еще малышка, золото еще тоже растет, и они будут еще оформляться, мы берем уже такой универсальный, скажем так, размер. В этих моделях шапочек ушки у меня не ложные, поэтому когда мы одеваем шапочку, мы вот в эти ушки вставляем ушки нашего питомца, для того, чтобы шапочка удобнее сидела. И из-за того, что шапочка вот связана резиночкой, так, мне вот... Это вечно голодные Агамы, ты подожжел, они швыряются. Вот. Нам позволяет это, как вы видите, свободно корректировать ушки. Ой, какие мы красивые девоньки, какие мы красивые девоньки. Вот такие девочки. Ну, вот шапочка номер один, резиночка 2х2. Резиночка 2х2, она помягче, чем резиночка 1х1. Ну, скажем так, лучше тянется. Вот наш заворотик, который, например, на Евиной голове мы можем завернуть вот так, чуть-чуть. А если голова будет меньше, то заворотик будет больше. В любом случае, вы его можете корректировать. Если вам что-то не нравится, в конце концов, можно какую-то маленькую брошечку, булавочку, чтобы этот заворотик самостоятельно не развернулся, не завернулся больше или меньше, не упал на глазки, скажем так. Так, цвет вот этой шапочки, это абсолютно нейтральные цвета, но я не знаю, это бежевый, белый, серый. То есть, так как пряжа секционного окрашивания, это ализе, мягкая, гипоаллергенная, с бамбуком, не позволяющим скатываться пряжи при носке в комочки. Ну, на мой взгляд, достаточно такой универсальный вариант. Вот еще три шапочки из этой же пряжи. Для чего я делала? При вязании секционной пряжи или меланж у нас всегда получается рисунок, скажем так. Вот здесь почти светлое, почти белое ушко, немножко вот здесь вот бежевой пряжи, а здесь серенькой. То есть, изделие получается уникальное, неповторимое. Две одинаковые шапочки у нас не получится. Вот эта резиночка один на один, она сядет плотнее. Это если вот сейчас выбирать на Оливию, то как раз-таки на Оливию у нас эта шапочка будет сидеть лучше в плане прижиматься к головушке, она будет поплотнее. Потому что, когда подрастет Оливия, голова у нее оформится, станет больше. И тогда такая вязка позволит шапочке сесть опять-таки по форме головы. Здесь также у нас серенький, бежевый и заворотик. Ой, господи, какие мы красивые шапочки. Видите, как заворотик играет? Он либо падает вот так на глаза, либо его можно сделать повыше. Поэтому шапочка с заворотиком мне нравится больше всего на самом деле. Потому что ее можно немножко вот уменьшить или увеличить. Да что такая грустная-то собака? Так, шапочка номер два. Нет, у нас много шапочек. Давай попробуем розовенькую примерить. Папа уже устал примерять шапочки. Здесь фиолетовый, розовый, белый. Ну, это как бы девчоночек такой вариантик. Но мне очень нравится сама по себе эта пляжа. Пряжа Ализе Шакерим Бэйби Бест. Она очень-очень мягкая, очень-очень нежная. Я внучке вязала из такой пряжи шапочку, когда Даришка была еще совсем крошечкой-малышкой в прошлую зиму. Ну, что такое? Мы повернемся на меня фотомодели. Фотомодели вообще уже так, скажем, да ели вы мне на меня шапочки примерять. Да ели, скажем, на меня шапочки. Тоже хорошо сидит. Вот для девчоночек вариант такой. И тоже с заворотиком, пожалуйста. И тоже секционка начинается с нежно-нежно-белого, переходит в нежно-розовый, потом заканчивается сиреневым таким приятным, чем в цветом. Далее. Вот такая это немецкая пряжа детская, но она немножко поменьше всех. Она как бы такая серенькая, с прямо кусочками коричневой и черной, такие узелочки, как будто это вот такая пряжа. Вот сидит замечательно, изумительно. Если шапочка по размеру вашему питомцу, она садится плотненько на голове, не крутится, не вертится. Если она начинает крутиться, вертеться, значит, она вам либо мала, либо велика. В такой шапочке гулять собачка не сможет. В момент прогулки, когда она будет крутить головой, шапочка будет сваливаться, либо на затылок, на спину скатываться, либо на глаза падать. Собачке будет дискомфортно, и гулять в такой шапочке она не сможет. А Евке надоело. Ну, мой, потерпи немножко еще. Еще немножко потерпи. Вот тоже секционка пестренькая. Тут коричневые все больше тона, и так побольше коричневых тонов с краснотой. Ой, ой, скажи, и глазик мне туда еще одели, скажи. Все, меня одели, и глаз туда. Уж не будем тратить время вставлять ушки, потому что уже, скажи, мне надоело ваша примерка. Уже совсем, скажи, я недовольный шибачунькин. Пряжа тоже ализе. Очень интересно создается рисунок благодаря секционному окрашиванию нити. И очень оригинально, мне кажется, выглядит. Вот если брать такую универсальную под любой костюм, чтобы подходила, ну, в таких тонах. Вот такая шапочка. Но здесь идет бирюзовый, серый, синий и белый. И она немножко тоже ализе. Батик, она мягкая, но нитка как бы объемная, как воздушная. Из-за этого шапочка кажется толстой и как будто большой. Но вот если примеряем, опять-таки мы можем поиграть с заворотиком. Вот так. Вроде бы вот так вот на Еву и неплохо. Она внешне смотрится, шапка сама по себе более объемной, из-за пряжи. Пряжа вот сама тоже воздушная такая. Ниточка плотная. И шапочка очень такая, получается, добротная. Вот именно зимний вариант. Ее не назовешь такой легенькой. Мне так очень нравится тоже такой. Пожалуйста, несколько цветов, неповторимость, оригинальность. Одно ухо серо-бирюзовое, другое ухо беловато-сероватое. То есть на все цвета никакого акцента на костюмчик. Если у вас там, например, комбинезон для мальчика серый или бирюзовый пойдет, и для девочки для мальчика. Так, ну ладно, отпускай страдалицу. Уже такое лицо сделала. Прям мама не горюй. Мы потом с тобой еще для Инстаграма помучаем Еву. Она сейчас отдохнет. Вот. Самое важное. Так, чтобы эти страдальцы тут особо не страдали, мы их угощаем пекинской капустой. Сегодня я порезала вот таким образом. Просто кусочками. Не зеленые, не листовые части, а вот с попки. Пекинская капуста, не белокочанная. Ура, скажи, кормиться, будем кормиться. Надо же похвалить нашу фотомодель за то, что она потерпела наши примерочки. Вот. Пусть ребята занимаются вкусняшками. Я хотела, пока не забыла сказать, что в описании под этим видео я оставляю ссылочку на канал Виталия и Натальи из города Ачинск, у которых живут четыре выпускницы нашего питомника. Дайнерис, Лялечка, Греточка. Нет, самок. И у девчонок был канал в Инстаграм, но с недавних пор канал в Ютубе стал пополняться новыми видео. И все, кто меня спрашивал, как бы посмотреть за жизнью, понаблюдать за жизнью Дайнерочки, кто соскучился по девчонкам, выпускницам нашего питомника, которые от нас переехали год назад к Наталье и Виталию, причем Наташенька любезно присылает мне и фото о выпускницах нашего питомника, и видео, и вес, и размер. Девчонки все выросли очень маленькие, причем та девчонка Лялечка, дочка Кисы, которую мы почему-то думали, рассчитывали, что она вырастет самая большая, выросла даже по весу меньше, чем Грюточка, дочка Вики. То есть это вообще удивительно и интересно. И если вам, как и мне, интересно наблюдать за непредсказуемостью роста и развития собачек породы Чихуа, особенно по размеру, по весу, это вопрос, который интересует и волнует практически 98 из 100 покупателей, которые хотят приобрести щенка, всегда спрашивают, вот каким он вырастет, нам бы вот такого, нам бы вот такого. Вот еще раз подтверждение того, что мы не знаем, какие они вырастут. Насчет Лялечки мы действительно думали, что это будет собачка. Ну, абсолютно стандартного размера и веса. А выросла девчонка-малышкой. И очень интересная статистика, я потом вам даже зачитаю, насколько они действительно вот всегда по весу и по размеру тоже противоречат друг другу. Бывает собачка с более большим весом, более маленькая по размеру, чем собачка, которая весит больше, то есть весит меньше, а размером больше. Я уже об этом так много раз рассказывала, что хотелось бы вот привести какие-то видеопримеры действительно из жизни, из реальной жизни собачек, тем более тех, которых мы с вами видели маленькими щеночками, которые рождены были в нашем питомнике. И мы наблюдали за их ростом и развитием буквально с первых минут их жизни, как только они появились на свет. Помните тот помет? Нюшенька, которая у нас эксклюзивная, родилась девчонка без хвостика. Такая смешная круглая попочка. Очень-очень приятно наблюдать за тем, какими они вырастают, какими они становятся. Да, действительно, очень много сюрпризов и удивлений вызывает их рост, размер, вес. Когда ожидаешь, что вырастет такой плюшечка-симпапушечка, а вырастает совершенная малюсечка. Вот это подвох, особенно для тех людей, которые планируют собачку купить в разведение или оставить себе в питомнике, как это делаю часто я. А потом приходится расставаться с питомцем, потому что он не дорастает до размера разведения. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Ребятки тут угощаются пекинской капусточкой. Желаю вам хорошего настроения, хорошей погоды, крепкого здоровья вам и вашим питомцам. И увидимся в новых видео о жизни наших малышей. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова